представьте что это не просто табурет а нечто иное давайте вообразим что к вам пришли друзья которые помогли вам они сидят на этом табурете прошло много лет я хочу знать чтобы вы сказали им при встрече кто из ваших друзей одолжил вам больше всех сколько он дал вам 600 тысяч как его зовут джан пен сколько лет прошло прежде чем вы вернули долг пять лет и все это время вы не выходили на связь с ними когда вы брали деньги то оставляли им расписки это значит что ваши друзья доверяли вам и любили вас прошло так много лет пора встретиться с ними поговорите с джан пеном джан пен джан пен прости прости меня джан пен мне так жаль прости меня брат отрицательные эмоции подобной тьме которую нельзя изгнать единственное что можно сделать это принести свет проходите прошу сюда расслабьтесь и доверьтесь психологу как вы себя чувствуете после прошлого визита мне стало лучше но через пару дней появилось чувство усталости вы снова начали есть нет тогда что вы делаете когда ощущаете грусть вы сказали мне нарисовать картину это очень помогло кажется я поняла мои трудности вызваны тем что однажды я проявила слабость но сейчас я готова встать на ноги это здорово как обстановка у вас на работе я больше не боюсь работать с елинлин но та кто облила меня грязью продолжает досаждать меня почему потому что мне приходится общаться с тем мужчиной по работе наверное его жена проверяет его телефон а он вам нравится нет и что вы намерены делать доктор сунь а что бы посоветовали вы не мне решать за вас раньше никто не защищал малышку я у я не а сама она была слишком слаба но теперь вы можете защитить ее вы одна в ответе за нее доктор сунь я хочу переехать почему чтобы полностью сменить обстановку как в тот раз когда вы сменили школу и сбросили вес и да но и нет а в чем разница мне кажется что я и правда повзрослела хочу переехать не для того чтобы сбежать а чтобы избавиться от того что мне ненавистно недружелюбная обстановка сплетничающие за спиной коллеги хочу найти то что будет приносить мне радость и позитивные эмоции но разве сменить жилье и работу так просто не вызовет ли это лишний страсть в этом плане мне намного проще чем остальным потому что я никому не привязываюсь как это у меня нет привычки за что-то цепляться я легко выбрасываю вещи если костюм сидит не по фигуре я выброшу его ненавижу одежду которая мне не подходит так что у меня не так много вещей если вы считаете что переезд поможет вам начать новую жизнь то вы на верном пути доктор сунь мне намного лучше спасибо вам что вы не стоит что ж я пойду алло господин джан это я не а я хочу уволиться и зачем тебе я извини но мне нужен не ты ты же в отделе психиатрии кому ты мог прийти как не ко мне к доктору сунь что могло случиться у нашего весельчака у меня серьезные проблемы мне понадобился врач врач что с тобой случилось крыша поехала не твое дело а тебе назначено скажите вашему драгоценному доктору я не что я по записи да спасибо по записи за чем пришел я пришел за помощью мне нужна консультация твоя дзинь фань проводи гражданина доктор сунь это ваш второй пациент медсестра будьте любезны закрыть дверь спасибо правило сикана запрещают тебе выгонять пациентов хорошо в чем ваша проблема я слушаю у меня все чаще болит сердце участились головные боли что-то сдавливает грудь и не могу дышать есть и спать я чувствую что каждая клеточка моего тела вопит от боли понятно я знаю что с вами знаешь так быстро и в чем же дело вы узнаете это в заключении ты же психолог и должна делать все для исцеления своих пациентов поужинаем вместе правило клиники запрещают врачам ужинать вместе с пациентами ты же ходила с шужением в театр так почему мне отказываешь один поужинать не можешь как один разумеется не могу итальянская и русская кухня свиная рулька из германии японская кухня я столько не съем один я лопну а вдвоем мы бы справились шужей не хочешь поужинать хочу итальянская и русская кухни свиная рулька из германии японская кухня что выберешь может и японскую а ты пойдешь с нами я приглашаю только доктора сунь ты-то куда полез вы тут разбирайтесь а я пошла протестую ты нарушаешь наше соглашение а что такого в том что мы сходим поесть втроем вот и славно кстати доктор чэнь каково заключение доктора сунь это конфиденциальная информация о доктор сунь согласен что же она написала инфантильный братец ну а как вкусно же неплохо все такое свежее дело не только в свежести я все просчитал освещение расположение стола коэффициент отражения столешницы общий уровень освещенности и силы света ламп сидя конкретно на этом месте ты находишься в самых комфортных условиях поэтому я настоял чтобы ты села именно сюда так ты испытаешь непередаваемое удовольствие от еды знаешь почему старика янь такая кислая мина почему потому что ему досталось худшее место посмотри на него ну и рожа вот это да судя по твоей физиономии опять говорил про меня гадости это секрет наш сунь шу секрет выпьем доктор сунь ты же любишь сладкое особенно мороженое вот а я все гадала чего мне не хватает точно десерта это я упустил но старик я не справил мою оплошность а мое где ты тоже хотел мороженое но я этого не знал ножи хоть ложечку дай жадина дай попробовать спасибо большое спасибо какое сладкое алло серьезно понял скоро буду да увидимся до встречи не хочется покидать вас но случилось кое-что непредвиденное у моего пациента после операции начались осложнения и я должен идти скатертью дорожка доктор сунь ты сама же дойдешь до дома в смысле ему нельзя провожать тебя потому что это должен был быть я что не провожать ее из-за тебя я запрещаю ну раз ты так сказал то я не буду умничка ну и я пошел пока осторожно пока что не фан не очень смешной это в какой-то степени даже мило и довольно необычно он говорит что думает такой прямолинейный мне нужно в уборную что подождешь я скоро вернусь только дождись ладно почему ты не понимаешь спасибо и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты кто? И зачем шла за мной? Кто просил тебя совать нос в чужие дела? Успокойтесь. Я безоружна. Вам ничего не угрожает. Если у вас какие-то проблемы, я могу помочь. Может, поговорим? Мне не о чем с тобой разговаривать. Если бы не ты, я сейчас бы был Сяо Юй. Вот зачем ты влезла. Вы знаете ее? Вы любите ее? Не смей оборачиваться. Если запомнишь мое лицо и сдашь меня копом, я прирежу тебя. Не волнуйтесь, я не буду оборачиваться. Но если вы тронете меня, вы точно никогда не увидите Сяо Юй. Пожалуйста, опустите нож. Вы хотели ей признаться в любви, но побоялись, что вас отвергнут? Могу рассказать вам, как ухаживать за девушкой. Так вы шли за ней, чтобы рассказать о своих чувствах? Я не знаю ее. Тогда кто такая Сяо Юй? Ну что опять, чего тебе надо? Сколько с тобой на роду? Я один. Покрутись, чтобы я видел. Ты не веришь мне? Я кручусь. Ну что? Хороший мальчик. Ладно, мне пора. Пока. Пока. Немного ли ты говоришь? Я же понимаю. Вы не хотели причинить мне вред? Знаешь, если бы у меня дрогнула рука, было бы плохо. Никто не рождается преступником. Никто с рождения не хочет причинять людям боль. Тебе просто не повезло. Я не знаю, кто такая Сяо Юй. Но понимаю, что вы любите ее. Ведь так? Не смей говорить о Сяо Юй. Не смей. Не смей говорить о Сяо Юй. Никто не любит угрозы. Если вы не измените подход, то распугайте всех девушек. У меня была девушка. Ее звали Сяо Юй. Значит, та девушка похожа на Сяо Юй? Я угадала? Те же длинные волосы. Круглое лицо. Тот же рост. Та же улыбка. Один в один. Вы не можете забыть свою девушку? Нет. Я ненавижу ее. Она разрушила мою жизнь. Я больше никому не верю. Прошу, успокойтесь. Я... Я отдавал ей все свои деньги. Но она с другим. Они забьем. Я понимаю ваши чувства. Знаю, как это больно. Что ты можешь знать? Все бабы одинаковые. Успокойтесь. Сунь-Шу! Шужень! Шужень! Твоя рука! Все в порядке. Ты с ума сошла? Почему не вызвала полицию? Еще я разговаривала с ним. Что, консультацию решила провести? Раз ты врач, то все можно? Если бы мне угрожала опасность, я бы отбилась. Смотри на себя. Тебе нужно в больницу. Не нужно. Порез неглубокий. Дома обработаю. Бери сумку и пошли. Держи руку выше. Шужень, у тебя есть дезинфицирующее средство? Нет. А бинты или марля? Нет. Точно. В ванной есть полотенце. Помоги перевязать рану. Нужно остановить кровь. Аккуратнее. Разверни руку. Завязывай туже. Что происходит? Нарушаете правила? Не видишь, он ранен. Какие опять правила? Что случилось? Подрались или напоролись на кого? Рана глубокая. Надо бы в больницу. Зачем в больницу? У вас же есть первоклассный хирург. Дай-ка посмотреть. Порез глубокий? Нет. Ерунда. Ерунда? Я надеялся, что рана будет глубже. Тогда было бы столько кровища. Кто-то в прошлой жизни был упырем. Какого... Как это оказалось в моём доме? Сколько ты собирался тут жить? Я хирург. Носить с собой аптечку у меня в крови. У меня и в машине такая же. Всегда со мной. Помимо обычных бинтов, есть накладка на глаза, иглы и антибиотики. Если попаду в аварию, то смогу подлатать себя. Хватит болтать. Нужно продезинфицировать и рану. У тебя что, нет подходящего средства? Может, сама сделаешь? Шужень, поехали в больницу. Давай доверимся и Фаню. Кстати, ты бы переоделась, вся в крови. Вся одежда испачкана. Ладно. Только ты помягче с ним. Иди скорее. Малыш Янь-Янь, ты готов? Не хочу смотреть. Считай, что я сделал тебе операцию. Больно. Не дави так. Не надо, не дави. Соберись, тряпка. Саньшо! Шужень! Шужень, твоя рука. Ты с ума сошла? Почему не вызвала полицию? Думаешь, раз врач, всё можно? Да. ПОДПИШИСЬ! ЧТОЧЕСЬ! Доктор Соня, доброе утро. Доброе. Ты ко мне? Не совсем. Что с Шуженем? Такая царапина его не убьёт, даже шрама не останется. Если что, я совершенно бесплатно сделаю ему пластическую операцию, так что не переживай. Я всё же схожу к нему. Яншу Жень спит и проснётся нескоро, а ещё по утрам он очень мерзкий. Разве ему не надо на работу? Он взял отгул. Пусть отдохнёт пару дней. А ты сегодня работаешь? Да. Я тоже. Уже много времени. Хочешь, я подвезу тебя? Поедем вместе. Не стоит. Тут всего две остановки на метро. Я могу предложить кондиционер и завтрак. Разве этот завтрак не для Шужени? Не хочешь оставить ему поесть? Это наш завтрак. Идём. Доктор Сунь, время поджимает. Мы можем опоздать. Идём. Скорее идём. Эй, дружище, я купил тебе поесть. Иди и забери. А я же еду на работу с доктором Сунь. Бе-бе-бе. Алло. Алло, доктор Янь, это Лиза. Я хочу назначить сеанс на сегодня. Извините, но сегодня я не могу. Со мной произошёл несчастный случай, и я повредил руку. Боюсь, господина Яна может стревожить вид перевязанной руки. Что с вами случилось? Ничего серьёзного. Незначительная рана. Очень болит. Я могу чем-нибудь помочь? Всё в порядке. Не волнуйтесь. Давайте выберем другой день. Конечно. До свидания. Как ты мог заявиться ко мне на работу? Молодец, директор Ван. Даже замки сменила. Что ты забыл у меня дома? Мы ещё не развелись. Это и мой дом тоже. Почему я не могу прийти? Тебя не было дома три месяца. Зачем тебе возвращаться? За вещами. Какими вещами? Моими вещами. Отдай ключи. За сберегательной книжкой пришёл? Похоже, ты чего-то не понимаешь. Мы открыли счёт на твоё имя, но деньги там общие. А каков был твой вклад? За банковской книжкой? Так ты отдала её мне. Зачем ты делаешь всё это? Знаешь? Пункт 39 семейного кодекса гласит, что после развода имущество делится между супругами поровну. Молодец. Хорошо подготовился. Даже законы изучил. Я скажу, сколько там твоих денег. Мы женаты много лет. Тех денег, что ты приносил, не хватало бы даже на оплату образования Дюн-Дюня. На них даже унитаз нельзя купить. И что? Жалеешь, что связалась со мной? Забудь. Просто отдай ключи. Мне нужно забрать свою одежду. Сперва ответь. У тебя другая женщина. Поэтому хочешь развестись? Думаешь, у меня было время завести любовницу? Все эти годы ты постоянно читала мне нотации. Даже моя мать не позволяла себе этого. Мне надоело, что ты контролируешь каждый мой шаг. Надоело. Надоело? Где бы ты был без меня? Да ты же ничего не умеешь. Раз я такое ничтожество, Может, прекратим мучить друг друга? Просто дадим друг другу шанс жить счастливо. Если бы ты научилась нормально разговаривать, ничего этого не случилось бы. Нормально разговаривать? С тобой? А ты этого заслужил? Ты отдашь мне ключи или нет? Директор Иван, вы помните о собрании? Психопатка. Погоди. Собрание? А что, его не будет? Тогда я пошел. Где Сяулу? Без понятия. Ну, скажи. Привет. Откуда мне знать? Я занята. Привет. А я дам тебе шоколадку. Не хочу. А чего хочешь? Ничего не хочу. Сяу Тянь. Директор Иван. Спасибо тебе. О чем бы? Ничего не было. Помоги мне собрать всех врачей на совещание. Так собрание будет? Сейчас все устрою. Директор Иван, нужна ваша подпись. Отлично. Куда все делись? Директор Иван, директор. Вот. Начнем собрание. Доктор Янь повредил руку. И пару дней побудет дома. Доктор Лу. В ближайшее время вам придется взять на себя пациентов доктора Яня. Я распоряжусь о том, чтобы сестры исправили расписание. Директор Иван, у меня и своих пациентов немало, и новые. Я хочу сказать, что если внезапно сменить лечащего врача, то они все пациенты нормально это воспримут. Я ничего о них даже не знаю. Доктор Лу. Если вы чего-то не знаете о пациентах, то можете спросить у той же Джан Дзи Чен. Конечно, конечно. Сяо Джан все знает. Также в следующем месяце будет производиться оценка качества обслуживания. В прошлый раз наш отдел был на втором месте. В этот раз мы должны стать лучшими. Я хочу, чтобы вы освежили в памяти требования комиссии. И не потеряли очки во время инспекции. Ладно. Собрание окончено. Возвращайтесь к работе. Директор Иван. Я хотела бы взять отпуск. Что вы сказали? В отпуск собрались? Я же сказала, скоро нагрянет комиссия. Что за отношения? Думайте только о себе. А как же наш отдел? Если это не прекратится, я вас всех уволю. Как я уже сказала, все вы должны изучить квалификационные требования. Если есть какие-то вопросы, жду у себя в кабинете. Собрание, собрание. Выходные подкрались незаметно. Да, мне надо бежать домой. Воспользуюсь тем, что чудик Ченни Фань отсутствует и приглашу всех друзей на вечеринку. Наверное, он сейчас заботится о Шужене. Заботится о докторе Яне? Да. Тогда поспешите домой. Как бы Ченни Фань его ненароком не покалечил. На этот счет я спокойна. Ну ладно. А я пошла. Хорошо, пока. До свидания. Алло. Алло. Шужень, как ты? Наш пришелец тебя не покалечил? Мне еще трудно брать что-либо в руку, но в целом я в порядке. Не перетруждайся, нельзя, чтобы рана открылась. Как можно? Наш пришелец зашил меня на славу. Не откроется. Хочешь чего-нибудь на ужин? Я куплю. Угощаешь? Если да, я согласен абсолютно на все. Тогда дождись меня. Сперва я навещу маму в больнице. Ладно, буду ждать. Хорошо. Дружище, теперь можно и поесть. Смотри, что я принес. Раков. Посмотри на себя. Куда так много? А я боялся, что тебе будет мало. В самый раз. Я съем все. Что не так? Твой шедевр. А, конечно, конечно. Не волнуйся. Я покормлю тебя. Я здесь. Отвратительно. Малыш, янь-янь, скуши рака. А вот и рачок. А, ты. А, ты. Стыдоба ты какая. Прекрати. Ешь давай. Правила те же. Камень, ножницы, бумага. Спасибо. Заходи, заходи. Сунь-чу, лучшая соседка во всем Китае. Ты пришла, почувствовав этот аромат... Пора за стол. Ты купил поесть? А у тебя что? Сестра Агу приготовила это для тебя. Да, же не скромничай. Смотри. Раки? Ты специально, да? Как же Жень будет есть такой рукой? Предлагаешь ему смотреть, как ты ешь? Конечно же, специально. Братишка любит раков, вот я и купил их. Они очень вкусные и питательные. Верно? Сунь-чу, если хочешь, угощайся. Зачем была задача у тетушки Гу? Какая ты скромница. От имени моего друга благодарю тебя. Я бы и сама приготовила, да не умею. Странно это всё. Ой, нет, нет, дай-ка сюда. Хватит, я вспомнил, что ты ранен. Нечего тебе есть морепродукты. Что ты делаешь? Какие ещё морепродукты? Раки пресноводные. Всё равно нельзя, безопасность превыше всего. Сунь-чу, чего ты хочешь? Я всё приготовлю. Не стоит. Но еда от сестры Гу, наверное, остыла. Можешь разогреть? Спасибо, её и поедим. Не вопрос. А я хочу раков. Мечтай. Зачем ты тогда их купил? Звонят. Возьми трубку. Извини, я должен ответить. Алло. Лиза? Доктор Сунь. Доктор Сунь. Сядь, стоять утомительно. Ты свободна на выходные? А что? Мы могли бы сходить по магазинам или в кино, или пообедать. Или пойти в парк развлечений. Я с детства люблю аттракционы, но у родителей из-за работы не было времени гулять со мной. Знаешь, я просто обожаю карусели. Это так весело. Вверх и вниз, и крутится, и крутится. Заинтриговал? Ладно, я могла бы пойти с тобой. Правда? Но ты мне только друг, так что не обольщайся. Друг вроде Яньшу Женя? Ты же знаешь, что мы с ним больше, чем друзья. Знаю. Вы раньше встречались. Но потом расстались, так что у меня есть шанс. Ифань, ты правда очень-очень милый. Такой добрый и честный. Спасибо. Но я не хочу, чтобы ты зря тратил время. Сунь-Шу, не будь так жестоко со мной. Мне не так-то просто понравится. Ифань, ты должен понять, что симпатия и любовь не одно и то же. Не нужно путать их. Кто это сказал? Любовь – это очень сильная симпатия. А симпатия – легкая форма любви. Дай мне хоть малюсенький шанс доказать это тебе. И сколько тебе понадобится времени? Пока ты не полюбишь меня. Чи нефань. Если не выключишь микроволновку, испортишь еду. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...